Лена, мы с вами говорили две недели назад о крещении у Руслана. Мы сейчас с Русланом говорим об этом и с вами звонили две недели назад. Меня Алексей зовут, вы знаете, я хотел приехать к вам креститься. И вы направили меня к Сергею Игнатову, а он мне сказал, что нужно запросительный. Я просто сразу по теме говорю, чтобы лишнего не это. И мне нужна ваша помощь. Можете ли вы в этом помочь или нет? Мне нужно, что там нет. А что, Сергею Егоровичу Игнатову у вас звонок получился? Да. И что он сказал? Нужно сделать заграничный паспорт, но это с моей стороны. А запросительный лист надо с России, от самых близких родных, или брат, или сестры. Но у меня там нету никого, самых первых родственников. Потому только от вас, с вашей общины это может и произойти. Нет, мы не можем давать. Мы не встречались с человеком, и никто на это не пойдет. Надо как-то там поищить и другие пути. Мы в таком положении находимся, что нам нельзя ни одного шага в сторону сделать. А Сергей Егорович, как делать? А, у него, наверное, в России кто-то есть. Да. Обдумай еще раз, подумайте, как и сделать. Мы здесь помочь не можем. Наше положение такое, что мы не можем нигде ничего сделать. Нас сразу задавят. Задавят. Ну, такое положение. Мы же не сидим на месте-то. На нас слишком много висит. И пойти на незнакомого человека и приглашать или что-то мы не можем никак. Мы вас не знаем. Если бы были рядом, и то мы должны заранее встретиться, переписываться будем. И чтобы кто-то, наш человек, знал вас с вами, встречался и подтвердил, как поручитель был. Это же не просто так. А Сергей Енатова вы сильно хорошо знаете? Да, мы его хорошо знаем. Он хороший человек. А как мне, может, с Сергей Енатом пообщаться? Или, может, приехать к нему? Может, я не знаю. Или это не считается? По интернету пообщайтесь, а потом встретьтесь. И выберите время, чтобы несколько дней там пожить. И он мне тогда даст вашу характеристику. И чтобы он за вас отвечал, когда поедете. С ним вместе. Он за вас, чтобы нес полную ответственность. У нас очень строгая дисциплина. И никакого повиновения не может быть. Он начал что-то не так. В этот же день его обратно выпроводят. Вот тут такой был. Ну, Фроликов, фамилия его, Роман. Надо работать он. А я устал. И он сразу на трассу и уезжай. Нам еще с тобой вожать. А зачем нужно? Мы все одинаково работаем. Мне 80 лет, и я работаю физически. У нас без этого нельзя никак. Это же мы живем в степи, деревне. Да. А там непосильной работы нет. Что-то носить, копать землю там. Ну, разное там. Ну, и есть отдых, рыбалка, грибы. Нам все интересно. Ну, надо, чтобы вас знали духовно. Вы думаете, крещение принимать? Надо, чтобы мы это знали. Приехать пораньше. Чтобы с вами позанимались еще. Игнатий Тихонович. Дело-то круто. Я знаю Никиту Колесникову, который два года у вас был. Он крестился точно не в первый месяц. И я не хочу в первый месяц. Для меня это как-то спешно, очень быстро. Он пять лет у нас был. Пять лет у нас был. Да. А если бы и на то, он не долго у вас будет. Потому я бы, ну, я хотел бы приехать на долгое время. На год, на два. Я хочу подготовиться хорошо к этому. Никак, никак. Это даже разговора об этом нет. Это же надо за человека отвечать. А кто за это будет, братцы? В деревне там делать зимой нечего. В городе тут надо искать работу. Где жить? Надо же все это обдумать. Совершенно самостоятельный должен быть человек. У меня, допустим, тут у меня негде положить. Даже приехал гость, одну ночь поночевал и все. Тем более человек незнакомый. Это же не игрушка. Ложимся спать, тут что угодно может быть. Это не просто так. А чего ради я вдруг должен верить человеку? Что он именно такой? И он не натворит что-то? Да, правильно. Это характеристика должна быть. И от родных, чтобы было согласие. Нет. Так вот приехать на крещение, вот как он у нас был, так можно. Но и то, допустит батюшка или нет. Наш совет носит рекомендательный характер. А утверждает батюшка? Да. Да. Так, а Игнатин Ильич, а как приехал к вам и Никита Колесников? Как вы с ним сравнились? Вы пять год с ним жили? Ну вот с Никитой как? Долго перезванивались. Он просился где. Много. Ну и присмотрелись к нему документы там, все это. Паспорт, трудовую. Все выслал. Копию. Ну дальше уже. Молились об этом деле. Разрешили приехать на короткое время. А когда побыл, мы его узнали побольше. Стали им заниматься. Мы решили так, посоветовались. Можно оставить. И пять лет он прожил у нас. Да много роликов там, где я им занимался. Да, да, знаю. Это же не просто так, взять на себя такую ответственность за человека, которого никогда не знал. А что он может натворить? Он сел, да уехал. А ты остаешься с позором. Что с ним случилось? Это же, это даже говорить не надо. Вот если он с вами будет и отвечает, напишет мне сюда письмо, что он за вас отвечает, а вы будете беспрекословно его слушать все. Ну тогда посмотрим. Напишем путевку, что с собой взять надо будет. Вот такие дела, брат. Вот такие, да? Да. Вот, в общем, я вас теперь как-то более понимаю. Ну, он писал какой-то лист, он с вами переписывался и ответ дал. Говорит, что вы общайтесь с ним, это от вашего лица, ваш ответ был. Он отослал от вас, Руслана. Ну, а я уже прочитал. Говорит, работайте, в общем, с этим человеком. Смотрите, проверяйте, чтобы все с ним было как следует. Тебе сколько лет? Лет сколько тебе? Двадцать. Ну, двадцать самостоятельно уже. Ну, сам посмотри, надо ли об этом думать. Там где находишься, там поищите где-то, где крестят правильно. Это, знаете, большие расходы, это дальняя дорога. Это не игрушка. Тем более, сейчас, видите как, перекроет из этого вирус и обратно не выйдешь. А кто с тобой заниматься будет? У нас жить, вот мы живем с Володей, двое. Тут не устроишься. Надо думать заранее, там на месте искать. Да есть холмы вместе. Ну, все спешат быстро, да еще и просят какое-то пожертвование. А кто? Там пять тысяч, определенную сумму. Нет, никакого, никакое. Закрещение никакого, ни рубля. Да, да, да. А потом, потом придет время. А если я сырота, если у меня денег нету, ну, тогда бесплатно. А потом помоги им. Говорят, ну, тогда бесплатно. Ну, потом скажи, скажи, я буду работать, а помогу вам. Лучше, конечно, все, чтобы на месте было. И понимаете, я, например, вот у вас есть города такие большие, Барнаул. Вот я, например, в селах живу, вот примерно в городском типе. И то, что я потрачу, даже ездя недалеко в город, туда, куда я ездил, спрашивал за крещение, будет то же самое, что я съезжу к вам. Поэтому я решил точно, ну, поехать к вам. То же самое, потому что это надо подготовку ехать постоянно. А в виде у меня, ну, не получается работа, например. Да, да, да. Так что на месте, решай это все. Я же и говорил, что на месте не получается. Ту сумму же я потрачу, что до вас поеду, если долгое время буду поездить. Ну, вот так. С Сергеем Егорышем все переговаривайте. Он может руководить вам, посоветовать там. Решайте все на месте. Это проще. Вам не надо ни о жилье, ни о деньгах, ничего. Заботиться. А тут сколько тысяч рублей вы выбросите просто? Все, пока. Тут есть еще вопрос у Иеруслана. Да, и нахер. Тихонович, еще есть один вопрос. Вот скажите, вот, пожалуйста, у меня есть знакомый брат. Вот, он, получается, работает трудником у мужском монастыря. Вот. И вот он говорит, что быть трудником у монастыря, это очень большая, то есть, польза для человека, то есть, для его духовного развития. Вот, чтобы вы, вот, лично бы по совету, в фалибе, вот, пои, то есть, мне бы, пои, типа, работать, вот, худником, либо... Не знаю, вы сами, сами на месте посмотрите, потянете или нет. Там нужно пастушание. Пастушание, да, да. Никакой самодеятельности. А не так, что в монастыре Будда будут тайно покуривать папиросы. Нет, нет, Игнатия Тихоновича, конечно, такого. Ну, вот так. Там на месте, значит, у него надо узнать. И что, у вас должна быть хорошая специальность. Вы молодые люди. Я строитель, так я поэтому советую строителем быть. Хорошую специальность можете какую-то освоить, начинать работать. Чтобы была работа, не болтаться. У тебя все будет, саж идти, и все как надо. Спаси Христос. Спаси Христос. Ну, все тогда, вопросов больше нет? Нет, нет. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok